Здесь представлено все банковское сообщество России, в том числе и иностранные партнеры, но они в большей степени идут только на международные контакты информационного плана. Активность иностранных инвесторов на финансовом рынке России, как известно, крайне низкая. Одна из тем обсуждения так и прозвучала стимулирование притока иностранных инвестиций. Речь шла и вообще о развитии банков и их роли в перестройке структуры экономики. У нас нет культуры экспорта, у нас нет культуры внешнеэкономической деятельности. К сожалению, наверное, это идет со времен Советского Союза, когда было несколько спецэкспортеров, которые, собственно, и занимались этой деятельностью. И основная задача была именно обеспечить доступ в валютную страну и все. Сейчас есть другая история, это рынок. По мнению экспертов, возникает угроза государственной монополии на финансовом рынке при всех успехах крупных банков. Но рядовые частные чувствуют себя не лучшим образом, считает вице-президент Ассоциации региональных банков России. По его мнению, им нужно уходить от системы кредитования к эффективной работе с другими привлеченными трендами. Россия, не утоляя потребительский зуд, вступили в кредитный бум. И возникла в России, в общем, серьезная угроза закредитованности населения. Соответственно, Центробанк повышает резервы, дабы банки притормозили кредитование. Но последние 7 лет банки почти все полностью ринулись в кредитование и видят только в кредитовании драйвера своего развития, бизнеса, прибыли. Поэтому, по большому счету, банкам придется в чем-то переучиваться и учиться более активно работать с другими продуктами. Банки и клиенты. Новая философия взаимодействия. Под таким названием завтра пройдет неформальный круглый стол. Заявленных тем для обсуждения в течение этих двух дней более 50. И все они направлены на то, чтобы в рамках банковского форума обсудить самые главные проблемные вопросы. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.